привет девчонки второй час ночи мать вышла на улицу вот так вы представляете чтобы мы ее отправили в садик вот так она всегда кричит вот она катя вот как ее в садик все вот какой есть садик может быть никто над ней не издевался на просто кричит мать вышла за дверь второй час ночи коту тоже на улицу надо вот и что кричишь у нас мадмазель усечки такие карапузные сечки вот так вот 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 представьте какой садик может быть если она вот так всегда кричит за матерью вот так гоняется она и вообще не дает из дома выйти а если машина подъезжает и катя надо ехать в город вот тут вообще обучил в обморок падает только машину увидела все в обморок и она помылась и искупались и искупались все спать думали ляжет 2 час ночи она не хочет спать она выспалась она днем у нас не спит ни в какую не укладывает катя на руках качает кое-как вечер потому что она устает не надо лечь она не может она игре катя и на руках качает у нас данил был такой даниил и диагноз поставили гиперактивный ребенок и вот это наверно такая же тот спал во втором классе на уроках потому что ему скучно было и ему нужно движение а там сидеть приходилось а он просто засыпал на уроках и сказали что мы плохие родители на дело даже не в этом сейчас вот гиперактивность у него прошла потому что ему уже сейчас вот скоро через месяц 15 лет будет вот так вот все глазки закрыла мама только за дверь вышла а вы говорите садик какой тут садик там выгонят нас сразу через два часа и и посещение чего зимой ребеночек пошла я в магазин время 8 часов вечера 11 градусов у нас вот такое у нас лето что тут может вырасти ничего теплица надо теплица очень дорого потом еще землю завези пошла хочу тик токи посмотрел девчонка скумблю ела копченого мне так захотелось но он тоже пойду схожу куплю катя ворчит много не трать экономистка а кушать то все любят короче отправляюсь пошла зарядки то мало на камере одно деление всего хотела скумбрию взять а сейчас водой скумбрии а это дух ой какая красивая как я пришла с магазина уже я под давно пришла уже гости пришли выгнала их на улицу чтобы снять там болтают варварин папаша сестой пришел так сходил в магазин так лишь купила 2 с лишним тысячи опять истратила катя ругается ну вот раз не ругалась что я деньги трачу рис если без акции был 114 на акции одну берешь 90 рублей если 2 берешь что по 80 обходится на две пачки взяла сахар не знаю даже почему гречка подписать булочки такие 24 рубля для упаковки сыр этот 60 рублей вкусно мне нравится больше чем этот дорогой который не помню как он называется штат рублей кусочек у такого сыра все так дорого 500 рублей вообще офигеть кубики сейчас тут понравилось варить супку просто картофельные супа и туда кубики добавляю масло пачечку данил понравилось ну ладно это потом покажу полотенце такие взяла на пробу покупала марьера не знаю полотенце попробую по 130 рублей майонез вот такой ряба 115 большая пачка 2 вот такого шоколада булку черного хлеба два батона колбаску опять такую купила детям не взяла категория надо было взять я не видела на бутерброд и навага по 98 рублей на я коту брала и сам заодно себе поджарю хочу пожарить там томати сделать приготовить две такого взяла слабо данном не нравится йогурт и питьевые такие вкусные я люблю со злаком варвара один уже съела баночку сара по 55 рублей тут даже не булькает почему-то самую дешевую взяла на суп пойдет перепачки по 60 рублей данилу понравился салат из крабовых палочек вот я взяла сразу три банки ой три пачки и три банки вот такой вот и девчонки обратно шла как я так умудрилась поликлинику прошла и запнулась я об свою же пятку так сильно я упала домой прихожу катя достает кукурузу представьте с какой силой я шмякнулась и чуть не убилась я сняла кукурузу тут не значит печенье буду смотреть что там с печеньем вот так вот я вот так я упала всю банку в смятку это вообще кошмар какой-то салат завтра уже будем делать и две упаковки такие вот такие покупочки были сейчас все будем в холодильник он кот с рыбой играется ему хвосты поотрезала он играется сейчас вот такие покупочки у нас были отец пришел варваре принес таких-то плачки чипсов и вот такие вот шоколадки три штуки старшему уже не покупать здоровый кабан 15 лет и вообще не понимаю как можно есть чипс радость такая так попрыгушка прыг-скок прыг-скок и весело да мамка ушла в магазин она чуть даже не заметила это мышонках когда-то я катя дарил их давно давно на новый год платье было в этой мышке варвар а варвар скажи всем привет помаши ручкой девочка моя внучка моя маленькая все составила обычно на их за окно выкидывает так звездюлька моя стоит любуется варвар скажи привет скажи привет ты мой маленькая девочка такая где я писяк азер ногарь свочек где я умная девочка вот так вот перекладывает у нее игрушек этих моря но они все уже побывали за окном раз по сто нафиг они все грязные это вообще не знаю как стирать она музыкально один белый другой серый баби все и другая там надо нравится музыка это моя девочка я баклажаны помыла сейчас просто порежу кубиком и пожарю потому что у меня нет перцев лук морковка есть перцев нету хочу сделать салат с баклажаном надо ехать в город за перцами у нас магазине продаются перцы ну совсем совсем прям зеленые зеленые тонкостенные такие мне такие не люблю меня от них изжога сейчас буду лежать катя ушла в магазин уже ночь на дворе что ты там еще увидела вот зарядка нашлась а ну потанцуй на маленько не жмут красотка а резинку нашла да иди маленький мук скороход уйдет спотыкает иди маленький мастер это галда хвостик хвостик ой они тебе прям вообще как раз у 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 Cas Node у Сидит наряжается, звездюлька маленькая. Варвара, плюхнешься так вот. Не надо так ходить, плюхнешься. Скажи, мне ничего же не купили. Давайте. Как ей штаны купили? Может покажем на ней, как он смотрится? Прям сейчас? Ну, а что? Хохота еще поспит. Ну, покажи. Поэтому я искала, я с ней ее отправлять не буду. Не знаю, может в годы в четыре пойдет. Ну, как в садик дадут, я не думаю, что ей дадут сейчас. Когда она уже будет понимать, уже не будет бегать за матерью. Ну, хоть года на два, на три подготовительную группу хотя бы. Еще неизвестно, где мы в это время будем находиться. Может мы вообще отсюда уедем. Может в другом месте жилье купим. Как получится, как судьба ляжет. Ладно, девчонки, буду заканчивать на этом такой блог. Не о том, не о сём. Мы понимаем, что приехав сюда, в Кемерово, кроме работы, здесь ничего не изменилось. Вот ничего. Мы живем по-прежнему в деревне, как и в Мариинске жили. Ну, там мы меньше денег тратили, меньше по магазинам ходили. Как-то ничего нам не надо было. Я работала. Катя все время в декрете сидела. Все время. Ну, а что, она до трех лет с Данькой посидела, потом тут Тринь-Брынь уже, да, Сенька родился через два года. Опять декрет. Сюда приехали, поработали. Предприятие у нас закрыло два года. Потом мы там, я два года работала, Катя, год. Предприятия, магазины закрыли, все эти, эта сеть магазинов. И всё, мы остались без работы. Потом вот так вот, где месяц, два, три, мне никак не везло. И мы опять, мы пошли в ресторан. Этот ресторан через два месяца закрылся, нам зарплату не выплатили. Потом мы пошли, поварами работали. Потом я пошла, меня взяла в мини-столовую там, при каком-то там предприятии. Месяц я поработала, у неё там произошёл конфликт с охранниками, ей пришлось свой бизнес продать. А та набрала новых людей. Я опять не у дела осталась. Катя работала где-то в поляне, да, в палате, в палате работала. Палату начали сокращать, в итоге всё позакрыли опять, опять Катя без работы осталась. Потом вот она пошла в Магнит работать. И вот в Магните она два года отработала, родила Варвару. Теперь она в декрете до трёх лет. Так что, девочки, у нас всё нормально. Мы на детский не сидим. У нас есть ещё три канала, которые хоть небольшой доход, но они нам приносят. Так что, ну один канал многие знают, там с открытками, и ещё два у нас есть канала. Не буду говорить какие. Один с открытками, один ещё там. Ну не факт то, что он приносит доход нам. Чтоб не говорили. В смысле? Ну они же приносят... Ты говоришь, не факт, ты сказала. Ну, неправильно она уж выразила. Вот так ещё выражается. Так что у нас есть ещё небольшой доходик. Чтоб не говорили, что мы на детский. Я просто не понимаю таких людей, которые говорят, вот вы сидите на детский. Ну как, ну чё, я думаю, мы должны отказаться от всего этого и бегом бежать на работу, показывать, какие мы супертруженики. Я не знаю, не для чего это. Сейчас очень большое население живёт вот так вот. За счёт своих детей, больных детей. Потому что экология у нас, знаете ли. У Кати была внутреутробная инфекция. Вот Арсений вот так вот, что-то у него тут не раскрылось. Или заодно что-то рожает инвалидов. У подруга родила инвалида. Все рожают сейчас. Не знаю, что с экологией. Просто, я думаю, у совершенно здоровых людей вот почему так происходит. И в основном дети, которые ДЦП и которые не разговаривают. Да и вы сами видели, что в ТикТоке творится. Сколько детей больных, которым надо по 160 миллионов на укол. А вы говорите, вот у нас ребёнок не разговаривает. Да бог сниму. Главное, что он здоровый. Не разговаривает, ладно. С головой у него всё нормально. Ты моя звездулечка. Ладно, девчонки. Будем прощаться на этом видео. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Всем пока-пока. Варвара, пока помаши. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok